всех приветствую дорогие друзья и сегодня у нас на обзоре мышь от компании hyper x модели пульс fire core мышь стоимостью три с половиной тысячи рублей построена на оптическом пиксар 33 27 20 миллионов нажатий амрончики под основными кнопками механический энкодер колеса поддержка по вес 87 грамм и сразу я понимаю всех тех людей которые сейчас скажут о господи я лучше чуть-чуть доплачу и куплю search зачем вот это обозревать я на самом деле также относился скептически когда получил эту мышь на самом деле после обзора клавиатуры мне сказали а сделаешь пульс fire core хочешь ладно давайте все видео хороши получил я ее где-то 26 декабря и на самом деле дорогие ребятки мне тоже сложилось такое ощущение когда я ее достал из коробки сказал господи ну наверное я надеюсь у нее цена две две с половиной тысячи рублей потому что дальше невозможно и так совпало что с 26 декабря по сегодняшний день она у меня была как основа на моем компьютере небольшая предыстория я начал играть black ops 4 я не перестаю это говорить у меня уже около четырех суток игры в нее уже приближаясь к пятому престижу не супер темп однако это моя первая колда в моей жизни и вот так получилось что на ней я наиграл около 50 часов совпало то что вот новогодние праздники выпали именно на эту мышь на пользование этой мыши и я изменил свое мнение о ней и сейчас я буду объяснять почему начнем мы естественно с днища дно у нас выглядит прозаично огромные ножки тефлоновые что сказать о тефлоне тефлон хорошо полируется однако все таки тяготеет чуть больше в пластик поэтому несмотря на хорошее скольжение несмотря на полировку все таки все таки он будет служить долго почему да потому что он в меру твердый чего не хватает этим ножкам так не хватает это пазиков для снятия никаких органов управления здесь не имеется но все-таки я ножках скажу что нет а это не замена корпадом или гипер глайдом не надейтесь если сможете достать или вырезать то советую но в целом ножки мне порадовали органов управления как я уже сказал нету все у нас здесь матированный пластик и окошко сенсора относительно боков естественно по центру но чуть чуть смещено к переде что означает это со смещение не перестаю говорить если вы привыкли на мыши с центральным расположением сенсорах 400 dpi то вот здесь вот если она смещена переднему краю где-то будет 420 430 dpi по ощущениям к этому нужно просто привыкнуть так кабель защита от перегиба хорошая приятная высоко начинается над уровню плоскостью ножек не будет тереться о ковер и кабель в лучших традициях последних творений hyper x тонкий в оплетке хорошо распрямляется легкий и при весе мыши в 87 грамм практически никак не ощущается в общем респект и о кабеле по большому счету больше и говорить нечем визуал и что называется материалы вот достав из коробки да и сейчас я ее кручу верчу в руках понимаю что все-таки она дает таким очень сильным душком китая дело в том что здесь использованы простые но при этом знаете обоснованные материалы то есть по бокам у нас нету никакой резины ничего у нас здесь просто безумно грубо матированный пластик вот с таким вот рифлением до сюда забивается сало да вот в расстояние вот эти вот промежутки кнопочки тоже забивается сало но при этом она цепкая вот вообще к нему никаких претензий нет верх у нас выполнен из покрытия похожего ну знаете как будто краску краску туда нанесли но это не тот самый мерзопакостный по ощущениям что-то типа глянца вот зоуи нет это приятная очень гладенькая вы знаете я бы назвал это глянец вот слегка обработанный пескоструем вот по ощущениям он именно такой вы видите что мышь салится мышь выглядит уже не первой свежести однако все это смывается не образовывается здесь никаких натоптышек натоптышей грязевых и в принципе к руке не липнет поэтому исключительно вот знаете ощущение люксовости скорее всего теряется но какое здесь ощущение люксовости она вся по себе выглядит как китай но очень все практично по сборке тоже совершенно никаких нареканий нету все зазоры выверены ничего нигде не натирает ничего нигде вас не беспокоит поэтому до китай до дешево но при этом безумно практично и хорошо собрано теперь по форме если бы выбор стоял пульс fire вернее search rgb и пульс fire core я бы выбрал пульс fire core и сейчас объясню почему это среднеразмерная симметрия ориентированная под правшей потому что боковые кнопки у нас есть только с стороны здесь ничего нет и главный плюс заключается в том что на мой взгляд вот эта плоскость верхняя у нас отлично для пальцев рук пальцы сюда очень хорошо ложатся вот эта часть имеет приятные очертания плавные без выраженных бугров и самое главное вот если посмотреть на нее вот это я называю бульбой такая округлая приятная и выверенная и вот по нижнему краю начинается талия вот если вы посмотрите сюда вот видите верхняя часть чуть шире талия начинает вот спускаться где-то здесь в районе как раз таки средней линии между боковых клавиш и при всех хватах например ладонный ладонно пальцевый пальцевый и даже коготь большой палец у меня а ложится строго между боковых клавиш и б вот на этом вот сужение то есть мышь у вас никак не при каких условиях даже если вы держите расслаблено руку выскальзывать вот так вот не будет это она держится и держится очень даже хорошо плюсом ко всему здесь имеется развесовка и довольно прилично если брать по средней линии между двумя боковыми кнопками зад чуть-чуть все-таки теряется в плане своей вот этого массы он все-таки чуть-чуть перевешивает если чуть-чуть буквально сместить относительно вот этой линии однако вы сможете дотягиваться до передней боковой кнопки все развесовка идеально более чем поэтому лучше универсально настолько насколько вот это можно сделать в плане симметрии я не назову ее супер эталонной но это одна из самых приятных симметрий которые у меня была она ориентированная под больше среднюю руку среднюю тяготеющую большой однако и для использования маленькими руками особенно в ладонном хвате здесь все предпосылки имеются теперь поговорим о кликах колесе боковых кнопках клики здесь амрон чеки на 20 миллионов нажатий слушаем да здесь не отдельные пластины да здесь в районе вот этой зоны уже начинается такое тугое нажатие она однако оно все без призвуков оно с хорошим тактильным возвратом накликивать быстро отлично потому что в колде я как с абаканом в battlefield 3 играю с дмр кай и очень быстро накликиваю получается такой полу полу пулемет полу снайперская винтовка короче не суть клики здесь реализованы очень хорошо к ним у меня претензий за весь месяц игры в колду не возникло боковые клавиши глянцевые хорошо дифференцированные с хорошим положением относительно центра и большого пальца все супер задняя боковая имеет чуть-чуть микролюфт буквально который при пользовании не ощущается ход короткий щелчок явный в меру тихий но все-таки не совсем эталон и однако пользоваться жамкать их слайдом все здесь возможно колесико механический энкодер вот с такой резинкой которая характерна для hyper x на мой взгляд абсолютно обычная даже чуть-чуть чуть-чуть вот буквально микролюфтик здесь имеется но при обычном использовании отсечки еще есть определенный призвук в работе тоже присутствует но это скорее всего уже спустя месяц это ждет все механические энкодеры и колеса построены на механических энкодерах но функцию свою выполняет и благодаря этим резинкам несмотря на тугое нажатие у меня в колде на нее висит спецумение первое не ульта обычное спецумение и никогда особо с поражать им проблем не было кнопки переключения dpi тоже вполне себе хорошие однако я ими редко пользуюсь теперь про сенсор 3327 то самое что скорее всего является развитием серии 3325 а 3325 имела свои большие косяки несмотря на то что они воспринимались субъективно в как вы могли их терпеть или не могли их терпеть дело в том что 3325 к примеру в кове мне понравился несмотря на высоту высоту отрыва и невозможность выставить там 400 или 800 дпи 3327 внезапно стал позволять выставлять 400 дпи уж я не знаю интерполяция это не интерполяция но в работе эти 400 дпи мне реально понравились и самое интересное они побороли каким-то раком высоту отрыва и высота отрыва здесь не зубодробительная и на черном ковре ну просто вот я ее не ощущаю это самых два главных улучшения которые все так ждали от среднебюджетного сенсора 3325 и в 3327 мы все это получили на черном сразу говорю что да я тестировал ее исключительно на черном ковре и вообще я считаю что использовать мыши нужно на черных коврах ну если вам нравится определенный принт вот прям вот принт можно использовать только тогда когда вот вы жить без него не можете во всех остальных случаях лучше использовать черные ковры вот с черным ковром дистанция отрыва минимально 400 дпи очень хороши до этого я 30-40 часов поиграл именно в колде на вариации 33 61 от рокот на кон пьюр ол ай и пересев на нью-йоге 26 декабря сначала я понял что она довольно резвая и резвая она вот знаете ощущается более какой-то резкой такой дерганной если 33 61 такая плавненькая то здесь вот отдается отдает вот этим лазерным эффектом но при этом стрельба и наведение не потеряли своей четкости предсказуемости и на самом деле попадать на ней я стал лучше больше чаще чем на 33 61 скорее всего дело не в сенсоре скорее всего дело в ухватистой форме однако сенсор здесь не является слабым звеном и его более чем достаточно для адекватной задротской ну слегка задротской я конечно не супер задрот игры я не знаю как там будет с квейком однако у меня сейчас в колде выставлено сенса где-то в районе 55 60 сантиметров наоборот и с ней у меня никаких проблем и срывов тоже не было а самое главное есть 400 dpi и есть этот самый пресловутый приятный приятные дистанции от рио но есть один большой косяк это по вот по здесь какой-то просто честно сказать вам говоря ублюдская во первых она всегда слетает при старте windows у меня лично я не знаю что делать но каждый раз мне нужно заходить запускать по заходить в него выбирать тост тут преднастройку которую я изначально выбрал и жать применить тогда мне доступный 400 dpi и каждый раз нужно это повторять при старте винды скорее всего здесь нету никакой памяти все работает от программного обеспечения но если программное обеспечение также стартует системы но почему не применять тот профиль который вы изначально применили я понимаю если бы программа не запускалась но она сам автозапуске но все равно мне приходится и открывать выбирать мышь жать применить и вот только тогда мне снова доступны 400 dpi все мои настройки которые я выставил в профиле вот это мне просто дико бесит при том что за время пользования я два обновления получил этого по вот такие вот пироги в целом что можно сказать о мыши легкая приятная можно раздавать до китай до визуально выглядит не очень но при этом вот вот просто вот как вот инструмент инструментом единственное что выбивается из-за ощущения инструмента ее цена на мой взгляд она стоит должна две с половиной тысячи потолок три с половиной тысячи это уже немного другая лига но в при всем при этом она реально раздает всем спасибо за внимание и пока пока